привет вот главной новостью на неделе для меня стало поведение редакции ресурса столица они почему-то решили поздравить меня публично в своем фейсбуке с днем рождения тоже мне событие но когда я увидел почитай полторы тысячи лайков разного вида то понял теперь по словам классика можно помирать спокойно но до того надо все-таки поблагодарить редакцию и тех людей которые взяли на себя труд прочитать поздравления и лайкнуть а то и написать еще пару добрых слов как говорят самые вежливые люди в мире аригато если кто забыл это по-русски примерно спасибо конечно у меня как-то неловко от того что вы меня обязываете на самом-то деле главной новостью внутри столицы в смысле города и его окрестностей стали несколько билбордов с разрушенными домами выполненными в технике компьютерной графики по нашей доброй традиции они снова разделили общество на два лагеря сторонников этих плакатов и противников не знаю видели ли вы кино три билборда на окраине бенга миссури может именно она подтолкнула авторов наших плакатов к этой акции но фильм безусловно отменный кто-то даже стал утверждать что опять мы разделились на русских то есть ватников и остальных не ватников и по нынешней погоде я если хотите с ватниками и не только потому что теплее попробую объяснить эту общественно-политическую акцию слов будет много краткостью не страдаю потому как нет таланта если вспомнить антона павловича сами понимаете чехова патриотично было бы сослаться на эстонского классика но там сыр очень уж многословен хотя и талантлив парадокс однако в трех спальных районах столицы на рекламных счетах вывесили к моему дню рождения плакаты с изображением конкретных жилых домов района но полу разрушенных акция должна была привлечь внимание и она задачу выполнила две молодые эстонские художницы на государственные деньги заплатив я так понимаю частной рекламной фирме взбудоражили общество это удается немногим вот что говорят авторы плакатов страх вообще нормальная реакция у каждого зрителя появляются свои мысли насчет этих произведений наша идея в том что искусство может быть болезненным и страшным вся эта работа поможет задуматься о том за что мы можем быть благодарны тут у них два в одном страх замешанный на благодарности или наоборот однако невозможно быть благодарным вообще мы же не можем выйти на площадь и начать громко благодарить ах как я благодарен свезут в итоге в дурку благодарить можно кого-то за что-то по мысли автора благодарить нужно кого-то за то что многоэтажки спальных районов не взорваны вероятно это заслуга нашего правительства хотя момент спорный кто-то из эстонских художников в ответ на эти плакаты пустил гулять по сети вариант плаката в котором крупным планом представлен министр финансов вырк лайф указующий на пол разрушенные дома подпись плакату гласит вот куда идут ваши налоги говорят искусство должно радовать или вдохновлять ах нет искусство должно будоражить я так думаю искусство ничего не должно если оно не продажное оно экспонируется в соответствующих местах музеях залах куда люди ходят посмотреть подумать попереживать а нам выставили на билбордах обезаловку нас заставляют воспринимать это в пространстве которое мы привыкли ощущать как свое уличное и в нем обычно демонстрируют рекламу и пропаганду если это реклама правительства которому надо быть благодарным то больно замысловатая по моему так голая пропаганда и тогда возникает вопрос зачем в нашем обществе с одним из самых высоких уровней самоубийств европе нужна такая операция в обществе где только ленивый не говорит об огромном количестве психических расстройств при архитрудной доступности психологической помощи нужно добавлять плакаты по которым завтра ваши дома будут вот такими я посмотрел очень много комментариев эстонцев хотел понять их реакцию проверить свою вот типичное мнение патриотов русским надо показать каков он их русский мир о котором они тоскуют были более разумные высказывания типа не все такие идиоты что не ощущают опасности войны но тех кто на стороне врага такие плакаты только порадуют меня порадовала обилие вполне себе разумных мнений вот комментарий к сожалению анонимный эстонского читателя кто-то в особенности ребенок или переживший войну пожилой человек надолго утратит душевное равновесие вы может слышали о проблемах психическим расстройством в нашем обществе тема слишком серьезная чтобы на ней выделываться со своими конструкциями быстро снимайте эти плакаты тут можно заметить что такой плакат на тематической выставке где-нибудь в центре современного искусства был бы вполне уместен помните еще недавно звучали призывы отказаться от грохота салютов чтобы лишний раз не травмировать людей бежавших от войны а на сей раз про них не подумали но пропаганда должна быть продуманной иначе не сработает и вот вам еще одно тому убедительное подтверждение эстонского комментатора а дальше можно развешивать чутила детей на фонарных столбах во благо вот этой антирусской пропаганды осуществлять самые извращенные идеи плакаты эти размещены на рекламных носителях следовательно к ним применим закон по рекламе а в нем четко сказано что реклама которая вводит людей в заблуждение запрещена в том же законе сказано реклама считается неприличной в частности если реклама основана на предрассудках суеверий страхи или жалости и сострадания общества и тут к авторесам пропагандирующим страх должны возникнуть вопросы у тех кто отвечает за соблюдение закона так мне кажется и завершим военно-патриотическую тему цитата из публичного разговора известного в стране миллионера хейна с журналистами предположим спросили бизнесмена завтра война каков ваш план лечу на вертолете до сарма оттуда в швецию и уже оттуда в испанию а вот другой миллионер на неделе разбирался с полицией он даже более известен чем господин хейн суде добивался справедливости урма сырума полиция признала недействительным выданное ему разрешение на владение оружием предприниматель готов был отказаться от требования выплатить ему расходы на разбирательство это 4000 евро если решение отменят полиция считает что за предпринимателем тянется такой шлейф нарушений что своими действиями может представить опасность и для себя и для общества сам сырума полагает что это решение необоснованное несправедливое это мол дополнительное наказание за нарушение правил дорожного движения тем временем полиция готовит сюрприз уже всем участникам этого самого движения нам предстоит пережить очередной акт заботы о наших жизнях операции будет заниматься полиция во главе с гендиректором беличева странным образом число людей погибших в дтп на наших дорогах последние годы не уменьшается значит надо наказывать нарушителей строже считают наши внутренние органы они же заботятся о нас с вами но как а вот как одна штрафная единица у нас четыре евро а надо сделать восемь за нарушение зафиксированных мобильной камеры поднять штраф с пяти евро за каждый превышенный километр до десяти то есть в два раза тут в голове начинаешь шевелиться подлая мыслишка это они хотят бюджет заполнить они о нас заботятся но сами посудите мы же стремимся стать настоящей скандинавской страной если полиция хочет нам помочь пожить дольше то она подумает и решит обратиться к опыту этих стран где людей гибнет значительно меньше как в швеции финляндии или там дании работают с предприятиями пдд но до этих стран нам как говорил поэт дистанция огромного размера мы же думаем может не по-советски но подход ей и совковый увеличить так два раза и справедливый вопрос почему не в три четыре пять ну и там дальше охотник стрельба и вот это вот ой 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 к такому полицейскому открытию в области поведенческой психологии приходит едва ли не каждый новый их начальник история удвоения штрафов показывает абсолютную неэффективность открытия тем более что нет исследований какие меры каким результатом привели теперь мы такое предложение а что если стоит ясно тогда может нужно не нужно понятно разжите хотя бы вот это попробуйте вам поручена эта операция так что действуйте зато число погибших странным образом коррелируется не с повальным но заметным бегством полицейских из органов при довольно стабильном числе полицейских чиновников собственно оперативников контрольных становится все меньше а новых квалифицированных взять негде в новую программу по безопасности движения полиция заложила принцип концу 2025 года на дорогах среднем должно гибнуть не больше 40 человек сейчас это 55 человек жизнь человеческая бесценна и сколько они там влопают денег в эту программу я не знаю но госконтроль считает эти их планы надутым пузырем а вот премьер наша министр кая кала строит реальные планы в коридорах власти на томпе прошел слух об организуемом ею альтернативном приеме по случаю годовщины республики она устраивает 24 февраля вечеринку в ресторане тульяк и можно было бы об этом не упоминать если бы не два но первое кая заявила что не пойдет на торжественный прием к президенту знак солидарности с недоприглашенными туда депутатами риги когу однако и на свой банкет она народных избранников не зовет это еще полбеды на правительственной пресс-конференции она сказала что не собирается смотреть трансляцию президентских торжеств это она вернувшись из недальних странств и по европе решила вставить еще одну шпильку президенту карису более того калас даже как-то так перевозбудилась когда ее спросили почему она не хочет как бы быть со всем народом который в рекордном количестве будет лицезреть парад пингвинов слушать речь президента и торжественный концерт на вопрос журналистки из дельфи игнорируя речь президента кая устраивает акцию протеста а мы знаем что кая с президентом как кошка впрочем аналогии из животного мира приводить не будем ответ был в духе оставьте меня в покое в европе каю ценят а у нас пресса ее притесняет говорит премьерка в интервью вики радио на неделе она прямо сказала что журналисты к ней несправедливы а вот когда она встречается с людьми и то видит совсем другое отношение то есть ей выбирать для встреч правильных людей иначе она обязательно столкнулась бы с кем-нибудь из тех семидесяти процентов населения которые отказывают в поддержке нашей главной патриотки а патриотизм как мы знаем это аргументированное объяснение почему должны хуже чем другие но об этом следующий раз а а пока с наступающим праздником вас годовщина эстонской республики пока